Русалки Сразу оговоримся, что русалки в некоторых случаях могли быть не только женского, но и мужского пола. В частности, собственно, к русалкам иногда относили так называемых полевиков, появлявшихся в виде детей, мальчиков или же, соответственно, стариков, ну и так далее. Люди, наверное, никогда не перестанут спорить о существовании русалок, водяных и других загадочных подводных жителей. В интернете можно без труда найти десятки фото и видео доказательств, где, как говорится, изображены настоящие русалки. Но являются ли эти свидетельства подлинными? Кто знает, ведь живем мы в эпоху современных технологий. Изначально русалка – это персонаж славянской мифологии, дух, живущий около пресного водоема, реки, озера или болота. Ее представляли как девушку с длинными волосами и бледной кожей. Считалось, что русалками становились некрещенные или незамужние девицы, утопившиеся или утонувшие. Они обладали сильными чарами, заманивали к себе мужчин и доводили их до смерти. Вопреки современным представлениям, у славянских русалок не было хвостов. Их телосложение не отличалось от человеческого. Привычный образ русалки с хвостом пришел к нам позже, из-за рубежа. Вариации морских дев присутствовали в культурах Европы, Азии и Ближнего Востока. Этимология слова «русалка» достаточно непонятна и невыяснена. Считается, что это искаженное название дня поминовения русалии, известного в Римской империи, Розалии, День Рос. Но что он пришел к восточным славянам, это довольно сомнительный аспект. Потому что здесь влияние римской культуры было сравнительно слабым. Разве что через Византийскую империю. И все же русалки – настоящие или вымышленные создания. По этому поводу ученые придерживаются категоричного мнения – морские девы не более чем вымысел. Русалка или ее подобие просто не может существовать в приписываемой ей среде обитания. Ученые приводят весомые доводы. У большинства представителей подводного мира, кроме хвоста, есть еще несколько плавников. Именно они позволяют маневрировать под толщей воды. Руки с такой задачей справиться не могут. Человеческая кожа не подходит для жизни в глубинах моря. Человеческая речь, а тем более стереотипное русалочное пение под водой абсолютно бесполезна, ведь морские млекопитающие общаются между собой с помощью ультразвука. Но и выживать в холодной морской воде помогает толстый слой жира, чего совсем не скажешь о стройных русалках. На самом деле ситуация следующая, что в 19 веке и чуть ранее русалок представляли несколько по-иному, как птицу с головой женщины. И более известные – это прорицательницы русалки, то есть вот эти птицы с головой женщины – гамаюн, алконост, сирин. И все же, несмотря на мнение ученых, многие исследователи продолжают верить в существование русалок и выдвигают гипотезы об этих существах.